доброе утро слушали канала знание сила я решился записать видео про математику про математику она будет такое довольно таки как всегда ну не просто математические теоремы а под некоторым соусом да значит что я вам хочу сказать вот математика она большого людей воспринимает какая-то самая строгая наука вот физики там все как-то так интуитивно на пальцах часто но в биологии вообще там вот я с биологами беседовал они утверждают что результат эксперимента зависит даже от настроения экспериментатора там с колбами что-то поделали так сказать один день бактерии себя повели так а другой день по-другому вот то есть там есть проблема не воспроизводимости данных они ее в общем прячут всячески так сказать когда в пробирках не то выкидывают но вот если поговорить с настоящим биологом он скажет что там очень таким на плавунах все дело так сказать создана но работает можно как бы продвигаться и на таких очень зыбучих песках построить дом можно в нем тоже жить можно в нем тоже жить но вот математика всегда казалось что это гигантский небоскреб такой колосс колосс да колосс да вот и он в общем в нем все четко жестко все построено ну например какая проблема в основном студентов которые учат математику здесь нельзя перепрыгивать вот в истории ты даже так сказать можешь не изучить историю античного мира может взять и изучить сразу историю там буржуазной франции и и так сказать рассказывать а в математике если ты там логарифмировать не умеешь что в общем тебе довольно трудно дальше продвигаться и вот я даже выбрал математику в школе я занимал первые места в городе тольятти и по физике и по математике и даже ездил на областную на областную олимпиаду на областную олимпиаду вот и я мог участвовать и в олимпиаде по математике и по физике и я выбрал какую я выбрал олимпиаду я выбрал по физике но там не формулировки задач так не понравились а по математике потом так понравились что я поступил в мг на механиком математический факультет на отделение математики но не пошел на физику я потом физика все равно меня страшно привлекла ну так вот всю жизнь я Я наслаждался строгостью математики и ее вот как бы прелестью. И уже вот почему-то нам во время наших курсов на Мехмате не рассказали, что имеется, ну не назвать изъяном, но деликатная такая ситуация в математике. Возможно, нам ее упоминали, упоминали, но как-то, значит, я проскочил мимо этого. И это у меня только, я впервые осознал уже лет, там, скажем, 40, читая курсы и заметив, что во многих курсах, вот сейчас я как раз закончил курс топологии, это такая самая абстрактная геометрия, где даже нарисовать ничего нельзя, где даже нарисовать ничего нельзя особо вот, и где вот формул никаких не пишут, только вот логика и мысли работают, логика и мысли работают. И вот в этой же топологии тоже используется одна аксиома, которая довольно-таки такая странная. То есть мы знаем, что как строится математика, сначала выбираются аксиомы, да, то, что доказывать нельзя. На основании этих аксиом доказываются теоремы, а затем с помощью аксиома-теорем доказываются новые теоремы и так далее, и так далее. Так строится это здание, так строится это здание. Вот. Когда вот в наших курсах, даже в Московском государственном университете не обсуждались, ну может там на какой-нибудь кафедре логики было это дело, или еще где-то. Вот. И во самом низу математики лежит теория множеств. Теория множеств. Теория множеств. Теория множеств, она заоксиматизирована, и имеются вот такие первоначальные положения, которые, собственно говоря, идут из нашей человеческой интуиции, да. И на основании этих положений сформализованы они как аксиомы, как аксиомы. Ну вот более близка, так сказать, более близка, так сказать, людям может быть геометрия. И вот там разные геометрии, они характеризуются разными системами аксиом, да. Ну вот, например, Евклидова геометрия, там параллельные прямые, они не пересекаются, да. И, в общем, вот в таком духе, да. Так вот, значит, я буду говорить об аксиоме выбора, аксиома выбора. Она у меня неожиданно выпрыгнула в топологии в самом конце курса. Вот, я для образованного народа вернусь к этому делу в конце лекции. Вот, и я решил про нее рассказать. Что это за аксиома выбора? Она формулируется так. Вот, значит, пусть у нас есть множество. Много-много-множеств. То есть много-много куч картошки. Много-много-много куч картошки. И мы хотим построить новое множество, выбирая из каждой кучи по одной картошке. По одной картошке. Здесь как бы мы... Тут вот еще есть такое... Вот такая... И, значит, теперь, если этих множеств конечное число, Ну, лежит пять куч картошки. Пять куч картошки, да? Мы можем, так сказать, выбрать из каждой кучи по одной картошке, так сказать, И сделать новую кучу картошки. И сделать новую кучу картошки. Но мы должны ее как бы выбирать по какому-то правилу. Вот, допустим, чтобы я мог задать какое-то правило, И робот мог бы подходить к кучам и брать по одной картошке. И сделать новую кучу картошки. Но если я роботу не задам никакого правила, так сказать, То ему будет невозможно это сделать. Тут еще вмешивается искусственный интеллект и человеческий интеллект. Вот. То есть это как бы, чтобы вот задать правило выбора. Чтобы он мог как-то выбрать. Ну, я могу так сделать. Перед тем, как вот роботу давать задачу сделать новое множество, Поскольку куча картошки, скажем, у меня всего, ну, 5, допустим, да. Я подойду и все картошки, и в каждой куче конечное количество картошек, Я их всех пронумерую. Там в первой куче будет 156 картошек, во второй 237 и так далее. И затем я роботу задам правило. Подходи к куче и выбирай картошку, на которой написан номер 1. Он подойдет и выберет из каждой кучи картошку номер 1. И сделает новую кучу картошек. На каждой будет написано 1. Проблема возникает, когда куча бесконечное количество. Да, тут люди скажут, ну, бесконечности она в природе и не бывает. Ну, почему? Вселенная, может, и бесконечно. Вот. Да, понятие бесконечности тут главное. Это, конечно, не тема этой лекции. Понятие бесконечности, оно само по себе. Это вот такой тоже очень шейки, очень такая зыбучая точка математики. Вот. Но, тем не менее, в математике везде, так сказать, есть бесконечное множество. Ну, например, даже множество натуральных чисел, оно бесконечно. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Оно, в общем, до бесконечности идет, да? Ну, множество точек на отрезке прямой линии бесконечно. Сама прямая линия, множество точек на ней бесконечно. Теперь, значит, у нас имеется бесконечная система множеств. И нам надо задать какое-то правило, ничего не зная про эти множества, как из каждого из них выбрать по одной картошке и сделать новую кучу картошек. Ну, можно как бы даже представить так вот, что у нас есть временной параметр, и в каждый момент времени у нас появляется куча картошки какая-то, да? И нам надо как бы, чтобы потом робот пришел, мы ему сказали, в момент времени Т, бери так картошку, в момент времени Т другой, в момент времени С, бери другую картошку. И вот, собственно говоря, то, что можно всегда задать такое правило и выбрать новую кучу картошки, это аксиома. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. И можно строить математику, либо считая, что если у вас есть бесконечное количество кучи картошки, то можно задать правило, по которому робот выберет из каждой, так сказать, кучи по картошке и сделает новую кучу. И это будет одна математика. Математика с аксиомой выбора. А можно сказать, да какого бодуна, как его ты научишь выбирать эти картошки, ничего он не сможет выбрать. Мне кажется, второе, как бы, особенно если ты ничего не знаешь про эти кучи, да, мне кажется, что второе более, мне кажется, интуитивно естественным. Но вся математика построена на том, что аксиома выбора верна. Что всегда можно задать такую функцию выбора и выбрать по одной, так сказать, выбрать по одной картошке из каждой, из бесконечного числа кучи, то есть, например, в каждой точке Вселенной куча картошки. И нам надо, чтобы прилетел робот и выбрал, и выбрал, так сказать. Ну или как вот можно сказать, допустим, у нас имеется бесконечное количество экопланет. И мы, и на них есть мужчины и женщины. Но они какие-то там разные свои, то есть на одной живут осьминожки, и на другой там женщины выглядят как слоны, там на третьей блондинки там с длинным хвостом. Вот. Но тем не менее мы хотим робот, чтобы у нас, или это пусть будет не робот, а Бог решил создать новую Вселенную, и там будет у них, значит, так, чтобы из каждой планеты взять по одной женщине. Ну или скажем, по одной женщине и по одному мужчине, да. Вот, новых Адамов и Евов взять и сделать новую Вселенную. Новую Вселенную тоже с бесконечным числом планет. Поскольку Бог ничего не знает про эти планеты, будем считать, да. Ну что-то я как в сторону пошел, Бог, наверное, все знает, да. Вот. Ну, то есть ему как он будет выбирать с каждой планеты мужчину и женщину, поскольку он даже не знает, как на этой планете они выглядят. Как на этой планете они выглядят. Ну забудьте, последний пример, что-то с Богом как-то я немножко запутался. Ну, то, что эта аксиома немножко как-то странновато, она у многих вызывала сомнения. Ее ввел Цермела, Цермела, в 1904 году. И она одна из важнейших аксиом теории множеств. Аксиома выбора. То, что если у вас есть любое семейство множеств, и про которое вы, в общем, ничего не знаете, то вы всегда можете задать функцию выбора и выбрать из каждого по новому элементу, и сделать новое множество. Ну, когда их конечное число, этих множеств, конечно, вы это все реализуете, и они конечные. А если их бесконечное число, то... То есть есть вопрос в бесконечном числе множеств. В бесконечном числе множеств. Вот. И вот этим еще очень много, как вы знаете, занимался Бертранд Рассел. Бертранд Рассел. И он привел такой пример, что дело не в том, что количество множеств бесконечно, а в том, что мы не знаем, не можем выделить один элемент из них. То есть в каком-то смысле дело в неразличимости. А неразличимость, она играет огромную роль в квантовой механике. Вот у меня только, вот когда я начал эту лекцию, долбоношу. Может, тут какая-то связь даже есть. То есть в квантовой механике, все квантовые статистики получаются из-за того, что квантовые частицы неразличимы. Но это мы, может, даже я должен обдумать еще. Это меня только сейчас шибануло. Какая связь с аксиомой выбора. Вот. Так вот он, Бертранд Рассел придумал такую штуку. Вот, говорит, если у вас стоит даже, что дело не в том, что бесконечное число множеств, а в том, что в них не выделен какой-то элемент, который мы можем задать этим правилам выбора. Да? Вот, говорит, стоит даже бесконечное число пар туфель. Вы роботу можете задать такую программу. В каждой паре выбирай левую туфлю. И он у вас выберет и сделает новое множество из левых туфель. А если, говорит Бертранд Рассел, лежат неразличимые носки, то робот обрубится. Робот обрубится и не сможет выбрать, так сказать, по одному носку из каждой пары и сделать новое множество носков. Вот так вот он это, вот так вот он этот, Бертранд Рассел это проиллюстрировал аксиому выбора. Настоящая красивая математика, ее удается построить с аксиомой выбора. Только с аксиомой выбора. А без аксиомы выбора тоже пытались строить математику. Это была вот так называемая конструктивная математика. И особенно она была популярна в 60-е годы, когда компьютеры стали развиваться. И вообще была идея, что все искусственный интеллект, так сказать, покорит. А аксиома выбора, она трансцендентная. Она трансцендентная. Человеческий мозг может ее принять, а Artificial Intelligence ее не может принять, аксиому выбора. Он ее не может принять, эту аксиому выбора. И вот тогда пытались развивать максиматику без аксиомы выбора. Но она заглохла. Вот именно вот эта трансцендентность, другие скажут, такого и не бывает, и бесконечных множеств не бывает. Это так, но такое впечатление, что человеческая мысль, она выше вот этого конечного мира, который мы можем вот ощупать руками. И вот эта трансцендентность, возможность оперировать, вот сказать, что имеется бесконечное число множеств, про которые мы ничего не знаем, но тем не менее мы считаем, что можно сделать новое множество, выбрав по одному элементу из них. Это трансцендентное, так сказать, высказывание. Оно выше искусственного интеллекта. И вот на основании его строится удивительно красивое здание математики, в котором все мы и работаем. Но, к сожалению, никто студентам, возможно, кроме меня, вот в таком провинциальном университете, никто им не говорит обычно про аксиому выбора. А стоило бы сказать, потому что здание наше, математики, оно такое стоит на плывуне, вот как бы можно, так сказать, так, а можно и так. И будет совершенно две разных математики. То есть вот это я пытался до вас донести. И второе, вот сила человека над искусственным интеллектом. Вот как-то я часто, так сказать, с ним встречался. И он всегда, вот мы вопросами сознания еще интересовались. Вопросами сознания. Он тоже страшно интересуется вопросом сознания. И вот он, он очень страшный враг искусственного интеллекта. Очень страшный враг. То есть он считает, что это по существу, как бы, ну, человек переходит на первообытный, и даже в бесконечное число раз. Поскольку ни один компьютер, ни один алгоритм, он не может делать вот такие суждения, которые нельзя заалгоритмизировать. Ну вот и все. Может быть, я еще как-то продолжу эту тематику. Всего хорошего и до свидания.